Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас второй выпуск, посвященный самым популярным фильмам 2019 года, которые уже вышли в хорошем качестве. Именно в таком формате вы, дорогие подписчики, просили выпускать данную рубрику «Я услышал, сделал». Поэтому, если у вас есть еще какие-то идеи по улучшению канала или просто интересные мысли, делитесь ими в комментариях. А гости канала не забываем подписываться, чтобы быть в курсе последних новинок мира кино. Кстати, о новинках, друзья. Я недавно наткнулся на просто потрясающий RPG-проект для смартфонов Raid Shadow Legends, который изменил все мои представления о мобильных играх. Отличная сюжетная история, эпические сражения с боссами, битвы с реальными игроками и более 400 чемпионов для коллекции и улучшений. Отдельно стоит отметить 3D-графику. Вы только посмотрите, какой безумный уровень детализации. И это на смартфоне, притом абсолютно бесплатно. Лично мой любимый чемпион Фу Шан. Уж больно мне нравится, как сделали дизайн фракции Ящера Людей. В сторе у игры почти идеальная оценка. Неудивительно, что за последние 3 месяца Raid скачали уже почти 10 миллионов игроков по всему миру. Кстати, сейчас для новичков действует специальная программа вознаграждений, где вы будете получать ежедневный бонус в течение первых 90 дней игры. А скачав Raid по моим ссылкам в описании, вы дополнительно получите 50 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона в качестве бонуса. Удачи! Ну что ж, начнем, пожалуй, с Аладдина, который, как и многие другие проекты Диснея, оказался весьма успешен. Людям понравился фильм, поэтому, я думаю, вас не удивит, если я скажу, что уже готовится вторая часть. В общем, по сюжету этой ленты визирь Аграбей Джафар намеревается захватить власть над городом с помощью волшебной лампы, хранящейся в пещере чудес. Однако войти в нее может только чистый душой человек. Им, как вы понимаете, является никто иной, как сам Аладдин. Тут нужен принц. Сделаешь? Что конкретно ты хотел сказать этим? Тут нужен принц. Нужен? Вот тебе принц. Ой, нет. А где мой дворец? Еще один отличный фильм в жанре фантастики дарит нам Австралия был недавно Апгрейд, теперь Дитя Робота. Что ни говори, а научились там снимать годные фильмы за небольшой бюджет. В общем, согласно сюжету, после глобального катаклизма человечество вымирает. В подземном бункере автоматически активизируется робот-гуманоид-мать и выращивает из эмбриона человека-ребенка. Она растет никогда, не видев ни поверхности Земли, ни других людей. Но из-за одного случая все меняется. Ты не представляешь, что я видела. Мать не такая. Это лишь вопрос времени. В этом году на большие экраны вернулся и суперкиллер Джон Уик с третьей частью своей франшизы. Кстати, кто не знает, четвертая часть выйдет в 2021 году. Напомню, что после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов, главный герой получил статус изгоя, экскомьюникада. За его голову правление кланов обязуется выплатить 14 миллионов долларов. И армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту. Тик-так, мистер Уик. Док, пять секунд осталось. Время Джона Уика истекает через три... Две. Одно. Весьма неплох получился и биографический фильм под названием «Красивый, плохой, злой» об известном серийном убийце Тедди Банди, убившем 36 девушек. 1969 год. Тед Банди красив и харизматичен. Он знакомится с очаровательной девушкой Элизабет, после чего у них завязываются серьезные отношения. Однако, внезапно Теда заключают под стражу, обвинив в жестоких убийствах. И хотя Банди признался в 30 из них, Элизабет до самого конца отказывалась верить в правду о нем. Красивый. Плохой. Злой. Отвечай, это был ты? Конечно же нет. Экранизация одноименной игры «Покемон. Детектив Пикачу» наделала много шума в этом году. События фильма разворачиваются в городе Райм-Сити, где люди живут бок о бок с покемонами. Тим, 21-летний сын детектива Гарри Гудмана, начинает расследовать дело о его исчезновении. А на помощь ему придет бывший напарник отца, детектив Пикачу. Выяснив, что каким-то образом они могут понимать друг друга, Тим и Пикачу вместе приступают к захватывающему расследованию. Они меня не понимают, парень. Слышит только Пика-Пика. А вы его слышите, правда? Пика-Пика! Да, Пика-Пика-Пика. Он просто милашка. Это ты милашка? Они меня не понимают, парень. Его никто не слышит! Весьма достойной получилась и картина «Игры разумов». Сюжет поведает о том, как в конце 19 века Оксфорд поручает талантливому лингвисту Джеймсу Мюррею составить первый в истории словарь английского языка. Чтобы справиться с этой сложнейшей задачей, Мюррей обращается ко всем англоязычным людям, чтобы они присылали цитаты из книг с толкованием различных слов. И самым активным оказывается бывший военный хирург, доктор Уильям Майнор, который заключен в психиатрической клинике. Американец и шотландец. Один из Оксфорда, другой из Еля. Один гений, другой преступник. И я не знаю, кто из нас кто. Легкий и незатейливый комедийный боевик Шафт станет для многих зрителей поистине приятным времяпровождением. Джон Шафт, третий, специалист по кибербезопасности в ФБР. Не привыкший решать проблемы грубой силой, он всегда полагается на логику и расчет. Но убийство лучшего друга ставит его в тупик. С ним не разобраться с современными методами, так что Джон вынужден обратиться за помощью к старшему поколению Шафтов, чьи старые методы помогут ему найти убийцу. О, нет, 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 я пацифист. Он бежит, стреляй. Где те пушки? Я их в окно выкинул. Нельзя выбрасывать пушки в окно, там же дети ходят. Вселенная больших монстров в этом году представила нам свой третий фильм «Годзилла. Король монстров». Событие разворачивается спустя пять лет после столкновения монстров в Сан-Франциско. В этот раз против могучего Годзиллы выступают Мотро, Родан и трехглавый монстр Кинг Гидора. Когда эти древние супер-хищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы сойтись в сватке, человечеству остается отойти в сторонку и постараться не погибнуть. Это мир Годзиллы, а мы просто живем в нем. Чертовски верно. Еще один хорошо сделанный фильм «Отель Мумбаи. Противостояние» определенно стоит вашего внимания. 2008 год. Роскошный отель Тадж-Махал-Палас. Гарантия безопасности. Каждому гостю здесь относятся как к богу, и требования к персоналу предъявляют самые высокие. Но в тот день сотрудникам отеля пришлось особенно тяжело. Город подвергается многочисленным террористическим атакам, и когда вооруженные люди захватывают отель, гостями персоналу приходится пережить настоящий кошмар. Пустите их! Новая часть культовой франшизы о сверхсекретном агентстве, которая надзирает за инопланетными гостями – «Люди в черном Интернешнл». По сюжету, встретив детстве инопланетян и людей в черном, Молли спустя годы вступает в ряды секретной организации, став агентом М. Вместе с агентом Эйджем ей предстоит расследовать неожиданную активность пришельцев по всему миру. Миссия становится еще сложнее, когда в рядах защитников Земли появляется шпион. Ты предлагаешь мне поиграть с самым мощным оружием во вселенной? Ага, жми давай! Хм, может оно бракованно? Ох, ё! Комедийный детектив от Netflix «Загадочное убийство» расскажет о том, как полицейский из Нью-Йорка Ник вместе с женой Одри отправляются в долгожданное путешествие по Европе. Благодаря случайному знакомству их приглашают на закрытую вечеринку к миллиардеру Малькельму Куинсу, которая проходит на роскошной яхте. Когда Куинс погибает от рук загадочного убийцы, мотивы есть у всех присутствующих, однако главными подозреваемыми становятся именно наши герои. Мне его вытащить? Нет, он же длиннющий. Слушайтесь моего мужа, он детектив. Сейчас ставлю назад. Не надо назад. Нет! Кульминация 22 связанных между собой фильмов, завершающий пазл в саге «Бесконечности» от студии Marvel, «Мстители. Финал». Много ли здесь тех, кто еще не смотрел данную картину? Оставшиеся в живых члены команды «Мстителей» и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной трагической битвы в истории, они больше не имеют права допускать ошибки. Не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело? Снова ко мне. Продолжение всеми полюбившейся картины Апсепа имени Бейли, который умирает и перерождается, каждый раз ища своего первого хозяина, «Собачья жизнь 2». Время идет. Любимый хозяин Бейли, Итан, уже в летах. У них с Ханной живет внучка СиДжей и невестка, оставшаяся вдовой Глория. Когда Бейли в очередной раз покидает этот мир, Итан просит его во что бы то ни стало при каждом возвращении, непременно находить СиДжей и заботиться о ней. Позаботься о СиДжей. Ты нужен ей так же, как и мне когда-то. А потом чудо. Я снова стал щенком, а СиДжей – смыслом моего существования. Она так выросла. Картина, которой она делала много шума, ведь ее авторы в прошлом году получили несколько номинаций и даже одну из статуэток Оскар за фильм «Прочь». Однако лента «Мы», как видно из оценок, оказалась весьма противоречивой. Итак, по сюжету семья Уилсонов отправляется в отпуск в домик на побережье. Но с наступлением ночи становится понятно, что их отдых превратился в настоящий кошмар. Дело в том, что рядом с их домом появляются люди, точь-в-точь похожие на них. Кто они и что им нужно? Кто вы, люди? Это мы. Отличная романтическая комедия «Та еще парочка» рассказывает о неудачливом журналисте Фредди Фларски, который с детства влюблен в свою няню Шарлотту Филд, ставшую госсекретарем США. И вот, спустя годы они случайно встречаются вновь. Так получается, что Шарлотта неожиданно для всех нанимает Фреда в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании. Их воссоединение запускает в цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба. Буквально в прошлом видео по теме самых ожидаемых фильмов я рассказывал об этой картине. Она уже появилась в интернете в приемлемом качестве. Игра Ганнибала. Однако у нас в ленте еще предстоит дебютировать в кинотеатрах. Напомню, что в фильме речь идет об обвиняемом в убийствах девушек Саймоне, в котором уживаются несколько личностей. При этом даже после ареста преступления с прежним почерком продолжаются. Неужели выдуманные преступником личности реально существуют? Люди, за которыми я охочусь, обитают во тьме. Что если бы всемогущий ребенок из другого мира, находясь в инопланетном корабле, потерпел крушение на Земле? Но вместо того, чтобы стать героем для человечества, оказался чем-то гораздо более зловещим. Гори, гори ясно. Это фильм переосмысления истории Супермена, где главный герой растет послушным мальчиком, но по достижению 12 лет его характер резко меняется. Он начинает дерзить родителям, в нем просыпаются неизведанные доселе желания и способности. Трогательная, романтическая драма первой любви под крышей одной больницы, в метре друг от друга. Главные герои Уилл и Стелла – молодые, влюбленные друг в друга пациенты, которые страдают от одного и того же опасного заболевания фиброза. Под угрозой смерти им необходимо соблюдать дистанцию минимум в полтора метра, чтобы не подхватить инфекцию. Но истинная любовь не знает границ, и чем сильнее чувство, тем больше соблазн нарушить правила. Ничто не спасет нас, Стелла. Мы ходячие мертвецы. Нет, я отказываюсь в это верить. Покажи свой курс. Что это? Чокнуться можно. Чутка подопоздал я с этим фильмом, но лучше поздно, чем никогда. Тройная граница. Согласно сюжету, пять старых друзей, бывших спецназовцев, воссоединяются в опасном латиноамериканском районе, пограничном сразу для трех стран. Это живописное место считается идеальным убежищем для мафиози, наркоторговцев и террористов. Ветераны планируют обчистить местного наркобарона, разрушить его преступную сеть и обеспечить себе безбедное существование. После завтрашнего возврата к прежней жизни не будет. Не обольщайтесь. Мы все идем на преступление. Ремейк одноименного фильма 88-го года «Отпетые мошенницы» расскажет о двух мошенницах. Одна из которых привыкла работать тонко, все тщательно планировать, и в конце своей аферы оставаться с хорошим кушем. А вторая предпочитает работать быстро, легко и бесхитростно. Казалось бы, их дороги никогда не должны были пересечься, но в этот раз случилось именно так. Обе аферистки начинают охоту за молодым техническим гением, который заработал миллионы в Кремниевой долине. Болваны, она сбежала! Мусорное платье действует безотказно. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось видео. Если да, не забудьте поставить лайки и подписаться на мой канал. Будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!